Себазол. Состав 100 граммов мази содержит активное вещество, кетоконазол-2, 0-кспомогательные вещества, эмульсионный воск, спирты цитилстеориловые, моноглицериды, твин-80, пропиленгликоль, глицерин, масло касторовое, дибунол, не пагин, не пазл, вода очищенная. Фармакологическое действие, активное вещество, кетоконазол, производное имидазол диоксолана. Оказывает фунгицидное и фунгистатическое действие в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов, деморфных грибов и эум-Ц-йотов, петероспором СПП. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола и липидов мембраны, необходимых для синтеза клеточной стенки грибов, и нарушении проницаемости клеточной стенки. Ингибирует биотрансформа СЮ-бластоспор кандидоалбиконс в инвазивные формы. Препарат активен в отношении стафилококков и стриптококков. Показания к применению – грибковые инфекции, вызванные чувствительными возбудителями, дерматомикозы, фолликулит. Способ применения – наружно. Мазь наносят один раз в сутки на пораженный участок кожи, захватывает также на 2 см здоровые участки. Лечение продолжают еще несколько дней после исчезновения симптомов заболевания. Средняя продолжительность лечения кандидомикозов и плесневых микозов – 2-3 недели, дерматофитии – 2-6 недель, отрубевидного лишая – 2-3 недели, паховые эпидермофитии – 2-4 недели. При сибарейном дерматите мазь применяется 1-2 раза в день в течение 2-4 недель. Для лечения плесневых микозов применяют 1 раз в день в течение 5 дней, для их профилактики – 1 раз в день в течение 3 дней. Взаимодействие – нет данных. Побочное действие – аллергические реакции, чувство жжения, контактный дерматит. Противопоказания – гиперчувствительность к компонентам препарата, период беременности и лактации. Передозировка – нет данных. Особые указания – нет данных. Продолжение следует...